октавы на инструменте как раз сейчас мы можем увидеть эти октавы и их название на инструменте если вы посмотрите на свою клавиатуру то в принципе вы увидите повторяемость на ней то есть чтобы эту повторяемость нам заметить нам нужно будет взглянуть на черные клавиши посмотрите на отдельно на одну октаву вообще вот она у нас на экране и на ней вы можете увидеть две клавиши черные причем заметно что соседние есть еще и соседние черные 3 вот но сейчас у нас будет интересовать только эти две клавиши хорошо вместе с ними неплохо бы отметить и окружающие их белые клавиши то есть эти черные как бы дают нам определенную секцию на клавиатуре вот она дальше взгляните пожалуйста на нотку первую в секции эта нотка до причем вы можете найти октавы и выше и ниже как я вам говорил до этого но все равно там будет одна и та же нотка до до этого нотка будет друг до в другой октаве но это будет нотка до то есть пример вот эти две клавиши нашли опустились ну вот к этой секции вот первая нота да это будет нотка до здесь то же самое но если все же нам называть ее по-латински то это будет нотка называться c именно такое название сейчас нам нужно будет изучать потому что мы собираемся строить аккорды и эти аккорды строятся именно от латинских нот давайте посмотрим дальше у нас также помимо двух клавиш есть и три клавиши вот они это же они образуются собственно свою секцию то есть видно вот эти четыре клавиши которые как бы окружают эти черные 3 давайте посмотрим какие названия у нас есть у октав 1 октава 1 октава на самом деле будет находиться всегда напротив вас и и даже если у вас клавиатура не имеет такой ширины большой даже если у вас двух октавные пианино 1 октаву располагать всегда напротив себя и в середине будет для вас всегда 1 октава и так настраивать инструмент транспонировать его чтобы 1 октава была всегда напротив вас так всегда удобнее нам будет играть произведение и будем привыкать именно к такой техники игры значит найдем здесь еще такую секцию 2 3 да и в этой секции как раз это будет уже вторая октава найдем еще следующую секцию это будет 3 октава на моей клавиатуре у кого-то может уже клавиатура закончилась но у меня есть еще одна это четвертая октава видно две три и есть еще у меня 5 октава эта нотка 1 всего в пятой октаве обычно и в общем-то на этом закончилась справа пианино или рояль давайте посмотрим что же находится слева от первой октавы а находится здесь малая октава вот она да то есть если посмотреть вот на эти нотки то мы найдем малую октаву слева от 1 дальше идет большая октава и дальше идет контр октава а есть еще суп контр октава приставочка sub обозначает под то есть по сути sub контр октава это под контр октавы например есть похожие слова субмарина да то есть марина это море суб это под или суб станция то есть станция это станции а суп это под под станции получается до субстанции и в общем то здесь под контр октавой всего три нотки но некоторые рояли специально делают еще пару ноток чтобы звучание было еще шире еще больше правда не все авторы только современные пишут до таких ноток потому что если вы напишите такое произведение то вряд ли его кто-то сможет сыграть есть только не транспонирует свое пианино также хочу отметить в первой октаве обычно в иностранных зарубежных школах обучают еще средней нотки c то есть милл си средняя нота c просто именно от нее будут расходиться скрипичный ключ вверх и басовый это для тех кто изучает ноты вниз да и вообще эта нотка будет для нас очень хорошим ориентиром и именно во всех программах а именно она помечается это милл си поскольку в русскоязычной литературе я подобного аналога не встречал мы просто запомним англоязычные англоязычную аналоги милл си то есть средний си средний дом